Так что, это солнечные часы, да? Это солнечные экологические часы. Чтобы они шли действительно как следует, штырь, который показывает тень, должен быть направлен точно на северную полярную звезду. Потому что она не двигается, это ось. И когда я был в синагоге у Аври, открылся Танах, именно на том месте, где описываются солнечные часы. Я даже не знал, что в Танахе есть про солнечные часы что-то. И я увидел такое дело. И там говорится о том, что о молот. Молот, ну видите, молот это может быть и градус, как в современном понимании, и ступени. И то есть понятно было, что часы там ступенчатые. Есть место такое, ну вот к Думиму я там не был, но есть там сделана модель, как предполагается, как они могли быть. И предполагается, что они были как ступенчатая пирамида вавилонская. Это логично, я объясню почему. Но я хотел не вавилонскую пирамиду. И решил, что с одной стороны были ступени, с другой стороны что-то было иудейское. И сделал, чтобы был образ, есть это на ступени, и есть минурат. Поэтому в принципе иудаизма как-то связано с тем, что сказано в Танахе. На базе чего я сделал, мне как-то в поселках Фортапор моя знакомая отдала ханукью, которые перестали, новые сделали. В общем, я соединил. Здесь была Миша Лысенко, у него были тут спортивные снаряды, я от них, кстати, отдал, я чувствовал, что я до них не дойду. Использовал постаменты, кстати, хочу тоже сделать тут мозаику, если будет какой-то любитель. Есть у меня хороший орнамент из Беткнессет на Аран, около Ерихона, там такие газели есть, напомните, покажу. Поэтому тут есть еврейские буквы, это означает цифры, чтобы было и на еврите, ну, кто не знает, этот принцип есть и римские цифры, чтобы можно было ориентироваться. Ну, понятно, что вот внешняя сторона тени, значит, сейчас 11, скажем так, 11,25, ну, 11,20. Значит, надо плюс час, это значит 12,20. Теперь есть таблица, часы солнечные идут неравномерно, поэтому есть специальная таблица, чтобы совместить с обычными часами. Сейчас у нас какой месяц? Сейчас август, конец августа. Сейчас август, сейчас часы, они отстают на минут пять. Поэтому сейчас где-то 11, то есть 12,25. Не помню, чего это было. Скажи, а часовая стрелка идет против часовой стрелки, получается? Или под часовой стрелки? То есть начали по-еврейски? Да. Хотела сказать, что именно по-еврейски она идет, в другую сторону. Исаи обращается к царю Хискиагу. Я сейчас объясню, как это получается. Вот я возвращаю назад на 10 ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахаза. То есть изначально Иерусалимин сделал солнечные часы Ахаз. И предыдущица. И возвратила солнце на 10 ступеней по ступеням, по которым она сходила. Я сейчас объясню, как это еще можно под текст как-то понимать. Дело в том, что Ахаз, он известен тем, что он вводил вавилонский культ, то есть Абадазара. И с этой стороны он был как бы отрицательный персонаж. А все, что касалось, видно у него и солнечные часы тоже были, не исключено, что именно как вавилонская башня, а вавилонская башня, она еще служила кроме часов и служению богам вавилонским. Поэтому, как бы, что получилось, что Иерусалим был осажден Ассирийским царем. И пророк Исаия сказал, что будет все в порядке. И было все в порядке. Затем царь заболел. Какие-то у него были. И пророк ему сказал, что пришел тут твой конец. Но он очень молился, очень раскаивался. И пророк ему сказал, что ты выздоровеешь. И в подтверждение того, что это будет действительно так, он показал чудо. Что, как бы, солнечная тень шла в другую сторону, вернулась. И как я это еще понимаю, почему именно взяты эти солнечные часы Ахаза. Потому что Ахаз был, водил вавилонский культ. И вот, как бы, клином было вышло, что вот на этом вавилонском капище мы докажем, что наша правда. Здорово.